Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от заболевания. На сегодняшний день такое заболевание, как ВИЧ, известно в каждом уголке земного шара. Его справедливо называют эпидемией или чумой 20-21 века. В мире на сегодняшний день проживает около 38 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. И умерло уже более 40 миллионов. Считается, что подтвержденно умерший от ВИЧ-инфекции был в 1959 году. В Белоруссии на 1 ноября проживает 24 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией. За этот год выявлено новых случаев 1369. Рост по сравнению с прошлым годом более чем 12%, практически 13%. Наиболее неблагополучными по ВИЧ-инфекции в Белоруссии является Гомельская область. Второе место занимает город Минск. К счастью, Гродненская область в этом рейтинге находится на последнем месте. За период наблюдения в Сморгонском районе выявлено 28 случаев ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день наблюдается 13 женщин и 15 мужчин и один ребенок. На первом месте это половой путь передачи. Второе место занимает парентеральный путь или, по-другому мы говорим, через кровь. И хотелось бы здесь отметить, что через кровь, это как мы привыкли говорить, что инъекционные наркоманы, это основные люди, которые болеют. Но, к сожалению, это не так, потому что сейчас мы пользуемся все услугами мастеров, маникюров. Очень распространены тату, салоны и не только салоны, что наиболее опасно. Вот все вот эти способы, где есть контакт с кровью и, может быть, контакт с кровью зараженного человека, представляют опасность. Еще один путь передачи – это вертикальный, то есть путь от матери к ребенку. Это заболевание вирусное, которое поражает иммунную систему. Оно, к сожалению, на сегодняшний день неизлечимо. Однако лечение есть, которое помогает снизить вирусную нагрузку и минимизирует проявление заболевания конкретно у данного человека и в том числе снижает возможность распространения заболевания. Человек, который состоит на учете у врача-инфекциониста, получает это лечение бесплатно. Очень важно для людей, которые живут с положительным ВИЧ-статусом, обязательно принимать и получать лечение. Это гарантия того, что этот человек будет жить долго, вести полноценную, адекватную жизнь, строить семью, рожать здоровых детей и не являться источником распространения заболевания. Кровь у нас можно сдать на ВИЧ бесплатно, анонимно, независимо от прописки в любом процедурном кабинете нашей больницы. Можно не нашей больнице, в любую поликлинику обратиться в процедурный кабинет. Для этого не нужно ни брать карточку, просто прийти в процедурный кабинет и сказать, я хочу сдать кровь на ВИЧ. При этом мы не фиксируем никакие личные данные, ни адрес, ни номер телефона, просто присваивается номер, то есть для того, чтобы обеспечить полную анонимность. Самостоятельно человек приходит, забирает результат. При этом в поликлинику никогда не придет красный штамп с словами ВИЧ-плюс. Никто из окружающих, кроме вашего человека и вашего лечащего доктора, уже в конце не узнает о том, что имеет такой статус у вас. Поэтому нужно обязательно обследоваться. Если вдруг так окажется, что этот результат пришел положительный, это не конец жизни. Нужно сразу же, как можно раньше, обратиться к врачу-инфекционисту, встать на учет и начать терапию. Профилактика следует из путей передачи. Верность своему половому партнеру обязательно, или обязательно использование барьерных средств, в контрацепции обязательно, потому что это защита не только от ВИЧ-инфекций и от других инфекций. Обязательно использование стерильных одноразовых инструментов, как в медицинских целях, так и не в медицинских целях. Обязательно обеспечение тестирования и информационной работы с беременными женщинами, для того, чтобы обеспечить рождение здорового ребенка. Такая беда может случиться с каждым из нас. Желаю всем здоровья!